Большинство из воевавших уже нет в живых, но своих героев нужно знать в лесу. Именно для этого и нужна акция «Беларусь помнит». Тысячи людей несут портреты своих родных и близких, фронтовиков и тружеников тыла. За каждым черно-белым снимком своя история войны и победы. И да, это именно тот случай, когда передать атмосферу не помогут никакие эпитеты. Настоящая и на мгновение кажущаяся бесконечной людская река. Она растеклась от центра города до мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Казалось, что воздух наэлектризован, а люди, пришедшие сегодня на акцию «Беларусь помнит», абсолютно чужие, незнакомые друг с другом, в одночасье стали одним сплошным механизмом. Механизмом памяти и гордости. За своих родных, которые сражались на передовой, и всеми силами приближали победу в тылу. Выживали как могли, рисковали своей жизнью, помогая другим. Сражались до последнего патрона. Особенная, непередаваемая атмосфера. Поразительно, как раскрываются люди в такой обстановке. Хотелось ловить каждое слово, каждый рассказ, каждую уникальную историю. Дедушка под Сталинградом воевал, а бабушка под Манчегорском был боевой аэродром. Я счастлива, что мы с родными поддерживаем эту акцию. Ощущение такое, что идешь вместе с ними, с бабушками, с дедушками. Вот этот путь до Брестской крепости. В Брестской крепости. Очень приятно их представлять. Это портрет моего дедушки, папа моей мамы, Гребенкин Михаил Александрович, старшина. Он прошел всю войну, дошел до Берлина, после этого еще продолжал воевать. И умер уже на гражданке. К сожалению, во время войны был тяжело ранен, поэтому были проблемы со здоровьем. Это для нас память, для всей страны, не только личная. Акция охватила порядка 9 тысяч человек. Ждали ли организаторы такого количества участников и многочисленных гостей из России, Украины и других стран? Конечно, ждали. Ведь Беларусь помнит это то, что касается каждого без исключения. Эмоции до самых голубин души. Они сегодня красноречивее любых слов. Здесь не сдерживают слез, вспоминая погибших мамы, папы, бабушек, дедушек, братьев и сестер. Кажется, что сегодня в шествии приняла участие каждая брестская семья. Фронтовые истории своих родных знают даже те, кто никогда не был знаком с ними. Юные брещане признаются, для них нет более трепетного и искреннего праздника. Скажите, пожалуйста, чьи портреты сегодня в ваших руках и зачем вы сегодня пришли сюда принять участие в акции «Беларусь помнит». Это мой прадедушка. Он был красноармеец. Он воевал для того, чтобы у нас сегодня было солнце над головой, чтобы мы мирно жили. Я несу портрет моего прадедушки. Он прошел всю войну до Берлина и потом там еще в Берлине остался на службе. В одной колонии бок о бок пожилые люди с фотографиями своих погибших сыновей, дочерей и дети, которые несут портреты своих погибших матерей и отцов. Портреты красивых мужчин с ясными добрыми глазами. Снимки со временем выцвели и от этого, кажется, стали еще трогательнее и ценнее. Я держу портрет своего отца, папы, который прошел войну с Дальнего Востока, с Владивостока до Берлина. Он был военным летчиком. Для меня это самый большой праздник, потому что всю жизнь я и с отцом, и с мужем. У меня муж военнослужащий, отец, сын, брат. И я всю жизнь прожила среди военных и в военных городках. И для меня это самый большой праздник. И я, как говорится, несу династию своих военных мужчин. Это мой папочка. Он воевал, пошел в военкомат 22 июня. И в 45-м окончил войну в Зереловские высоты. Это мой отец, Журко Филипп Алексеевич. Он вначале с армии, служил в армии, а потом началась Великая Отечественная война. И он прошел всю войну. Служил на троих фронтах. Юго-западный, Брянский и Второй Прибалтийский фронт. Какие эмоции вы сейчас испытываете, когда принимаете участие в акции «Беларусь помнит»? Это мы здесь. Вот мой муж, вот правнучка наша. И мы это праздник, это счастье, что мирное небо над нами. В легендарной цитадели над Богом, которая первая приняла на себя удар немецко-фашистских захватчиков, Брестский гарнизон сражался месяц. Кажется, что и спустя тысячу лет никто не забудет этот героический момент истории. Серафим Александрович Дунькович воевал с Ефимом Моисеевичем Поминым. Портрет защитника Брестской крепости его правнучка несет, высоко подняв. Рассказывал, как были в плену в Белоподляске, потом был в Германии в плену, работал на каторных работах. И после того, как уже освободили, он еще, то есть дошли наши, то он еще воевал, был ранен в ногу. То есть вот такая история про нашего дедушка. Сейчас, когда мирное небо, когда можно пройти сюда цитадели, пронести в руках портрет, каково это? Это всегда слезы, этот день мы ждем всегда, и всегда вот спокойно. Но когда вот сейчас, это мы, конечно, плачем. Вот сейчас мои дети, их правнуки, уже пишем работы в школе, школы проводят многие мероприятия. Тоже уже есть книги памяти в школу наш дедушка. Ну, то есть стараемся эту память увыковечить, все, что можно, сохраняем. Портрет военврача третьего ранга Валентины Александровны Кокаревой-Четверухина и ее внуки привезли из далекого Санкт-Петербурга не случайно. Великую Отечественную войну она встретила в Брестской крепости. Была назначена руководителем госпиталя по эвакуации. На пятый день войны она попала в плен, прошла пять концлагерей. Выжила и прожила 104 года и 4 месяца. Она буквально недавно от нас ушла, в ноябре 2017 года, но память жива и каждый день мы вспомним о нее. Поэтому сегодня мы с семьей решили приехать в Брест и еще раз почтить и ее память, и всех-всех защитников, которых уже нет рядом с нами, но и тех оставшихся, которые живы. И да, это не оговорка. Единственный в мире живой защитник Брестской крепости. 99-летний Решац Алихамович Исмагилов проживает в Уфе. Портрет ветерана в руках внучатого племянника. С его портретом мы сегодня войдем в Брестскую крепость и будем вместе со всеми участниками Беларусь помнить акции. Пройдемся для того, чтобы почтить память всех героев Великой Отечественной войны. Праздничный с одной стороны день, с другой пробирающий до мурашек. Жизнь в Бресте 9 мая всегда приостанавливается. Все внимание к будоражащему духу и душу шествию. Вспомнить о погибших и поклониться живым сегодня пришли тысячи человек. Колона шествующих растянулась на несколько километров. Сложно представить, сколько трагических и героических судеб вместилось в колонне. Участники парада прошагали от уленьца Ленина до священной цитадели над Бугом. Голубое небо, разноцветные шары, флаги, красно-зеленые ленточки, как символ цветов победы. Все это определенно внушает доверие, что мы сможем сохранить мир, который достался страшной ценой. Ценой невыносимых испытаний.